Салам, дорогие, с вами Рус. Надеюсь, все уже наслышаны о том, какой группный дроп раздал проект Мемя. Наверное, никто не ожидал того, что какой-то рандомный проект про мем-монету будет раздавать такие огромные суммы просто за покупку NFT. Но как уже заведено в этом мире крипты, очень сложно предполагать, какой проект заплатит, какой не заплатит. И в сегодняшнем видео у нас с вами на обзоре новый мем-проект, называемый dropcoin.club. Услышал я о нем сравнительно недавно, но, как по мне, данный проект должен прийти на смену проекта мем-коин. И в результате, скорее всего, тоже будет раздавать неплохо бабок. Тем не менее, в этом проекте есть еще много нюансов, с которыми мы разберемся уже в самом видео. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram-канал, здесь мы публикуем информацию о всех самых новых и сочных проектах, в которых сами принимаем участие. Плюсом ко всему, у нас ежедневно выходят утренние дайджесты с самыми актуальными новостями на рынке. Ну и помимо этого, мы также регулярно уведомляем вас о выходе всех наших новых видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. И давайте будем приступать. Давайте уже будем переходить к самому проекту. Как однажды один человек написал в наших комментариях, вы не разбираете нормальные проекты, у вас глаз падает лишь только на какие-то мем-проекты, которые абсолютно никому не интересны. Но тем не менее, ради примера мы можем взять тот же самый мем-ленд, который прошел вот сравнительно недавно. Для тех, кто не в курсе, ребята раздали очень-очень крупный дроп в монетах, в особенности тем, кто удерживал NFT-шки. Дроп был абсолютно разным, но тем не менее, большинство NFT, которые продавались на маркетплейсе, возможно было спокойно окупить за счет получаемых монет. Тем не менее, как я понимаю, там еще не весь дроп раздали, там еще будет определенная выплата с удержанием. И соответственно, можно предполагать, что если в дальнейшем токен меми еще будет летать, а он скорее всего будет летать, то ребятки смогут крупно окупиться. В нашем же случае у нас остается несколько вариантов, и наверное самым правильным будет это найти новый проект, который в потенциале тоже должен раздать неплохой дроп. Ровно по этой причине у нас появился такой замечательный проект DropCoin. Давайте, наверное, сразу же перейдем к токеномике, поскольку какой-то конкретики на основном сайте мне найти не удалось. И здесь на самом деле токеномика абсолютно забавная, но я не представляю, чтобы крупный проект наподобие оптимизма, либо же Арбитрума, либо любого другого крупного проекта удерживал вот такую токеномику. Как бы это забавно не звучало, он даже 50% выглядит не как 50% от круга, это конечно очень смешно. Тем не менее, 50% будут разданы в лице аирдропа, в дальнейшем 20% уйдет на private sale, скорее всего, в котором я буду принимать участие, поскольку у меня очень симпатичные условия разлока монет. 50% вам отдают сразу же, и 50% оставшихся процентов приходят вам в течение 3 месяцев после окончания первичной раздачи. Это так называемая неплохая зарплата, на которой можно жить, но тем не менее, с такой токеномикой я предполагаю, что дай бог все эти инвестиции окупятся. По моему мнению, данные проекты в основном создаются для того, чтобы быстро вытянут ликвидность из всех фумобайеров, которые будут покупать монету уже после ее листинга. И, соответственно, данного проекта я бы ждал как минимум хотя бы x2 для того, чтобы произошел окуп. Таким образом, на TGE можно будет сразу же забрать все свои инвестированные средства. Но, тем не менее, на текущий момент пока никакой информации о пресейле нет. Я поискал что-то на сайте, поискал где-то еще. Пока ничего нет, но на то есть несколько причин. Естественно, о причинах поговорим чуть-чуть позже. Также 10% уйдут в экосистему, плюсом ко всему для листинга на централизованной бирже. И последним заключающим этапом является как раз ликвидити. По сути, ликвидность самого проекта, которая, как по мне, будет, скорее всего, выгружена на саму централизованную биржу, для того, чтобы абсолютно любой человек мог купить и продать монетку. Помимо этого, что мы также можем понять из токеномики, так это то, что за каждую транзакцию с данной монетой, скорее всего, будет какой-то отдельный налог, как я его описываю здесь снизу, это 1% для девелоперов. Вероятнее всего, данная процедура создана с целью того, чтобы провести так называемый бирн монет, либо же просто ребята будут зарабатывать себе зарплату за то, что их проект работает. Ну и помимо этого, наверное, самой интересной информацией является стартовый маркеткэп. На текущий момент монеты обеспечены на 100 тысяч долларов, но в дальнейшем, вероятнее всего, благодаря как раз приватной продаже, это значение вырасти. Более интересным, естественно, является white paper, можете с ним ознакомиться, абсолютно никакой конкретики. Здесь нет, ребята говорят, никаких обещаний, никаких обязанностей, никаких ожиданий. То есть, по сути, это реально проект для того, чтобы просто дать кому-то возможность заработать. Нам хотелось бы на этом, конечно же, естественно, заработать. И, собственно говоря, основной вкладкой пока на данном сайте является вкладка фарминг. Ребята неплохо подсуетились для того, чтобы создать аналог фарминга, как это есть у мем Лэнда. С заданиями мы ознакомимся буквально через секунду. Давайте еще глянем на секунду твиттер. И вот, собственно говоря, официальный твиттер команды. Я уже на него хочу подписаться, потому что, ну, это просто какой-то смех. Смотрите, во-первых, никакой информации нет, никаких галочек нет. Есть только два поста, и самый старый был 19 часов назад. Потенциально это, опять же, какой-то очень жуткий гем, на котором мы просто обязаны заработать. Но никакой конкретики о какой-то судьбе проекта, безусловно, нет. И как мы видим, в большинстве своем все комментарии под постом уже накручены. Давайте, наверное, будем переходить на сайт и ознакомливаться, а вообще, что там происходит. И здесь все довольно-таки просто. Это, опять же, интеграции в основном в социальных сетях, социальной активности от проекта. В данном случае вас изначально просят привязать твиттер, что я уже успешно сделал. И давайте будем переходить, по сути, к основным заданиям. Первое задание – надо привязать свой кошелек. Главное правило – это не привязывать кошелек к централизованной бирже. И в основном здесь запрашиваются именно кошельки, наподобие Metamask, либо Trust Wallet. Собственно говоря, копирую свой адрес Metamask и вставляю в эту строчку, кликаю «Collect Points». Как я понимаю, впоследствии эти поинты приходят вам сюда на сайт, это не приходит вам на кошелек. Поэтому не ждите никакого пока спонтанного дропа. Далее, следующее задание у нас – это поделиться информацией о данном дропе. И сюда надо указать какую-то свою ссылку. Давайте разбираться вместе. Прежде всего, есть кнопочка «Spread the word about drop». Давайте нажмем на нее, и у нас выскакивает твиттер, и, скорее всего, здесь будет какой-то пост. Да, надо сразу же это опубликовать. Пусть эта информация будет у меня в профиле. Далее возвращаемся обратно, нас просят скопировать опять же ссылочку, переходим обратно в твиттер, вот здесь такая кнопочка «Share», и вы копируете ссылочку на этот пост. Вставляете ее обратно вот сюда и кликаете «Collect Points». Да, это может занимать некоторое время, видимо, скорее всего, проходит какая-то автоматизированная проверка, поэтому не удивляйтесь. По какой-то причине все равно у меня пока эта страница не выгружается, видимо, ребята еще дорабатывают, но к этой истории мы можем вернуться позже. Однако, что я вижу, по факту, там у меня задание выгрузилось, мне дали вот эти поинты, но и задание, кстати, само пропало, поэтому, в принципе, можем, думаю, продолжать дальше. Также надо подписаться на твиттер проекта, давайте опять нажмем, перейдем, посмотрим, я вроде уже подписан. Да, собственно говоря, я уже подписался, можно вернуться обратно на сайт. И, как видимо, у меня до сих пор залагавшая вот эта кнопочка, скорее всего, сейчас придется перезагрузить сайт, но, как бы, очень интересный баг. Ну, собственно, проекту не так много времени, буквально сутки прошли с его запуска, думаю, что это может быть еще пока нормальным. Собственно, ребятки, прошу никого не удивляться, я вот уже сижу где-то около часа, жду просто того момента, как у меня отлагает сайт. Хочу надеяться, что вы с данной проблемой не столкнетесь, поскольку видео выйдет гораздо позже, чем я его записывал, но, тем не менее. Если у вас будет ровно такая же проблема, ребзя, не волнуйтесь, надо просто подождать, потому что вот сейчас у меня не работает ни коннект твиттера, ни переход куда-либо. И, собственно говоря, не прошло и 6 часов. Да, ребятки, сервис у меня лежал порядка 7, может быть, 6 часов. Я вот только-только вернулся к компу, были еще проблемы с интернетом. В общем и целом, все вернулось на то состояние, когда можно уже работать. Так вот, как мы видим, наше задание с подпиской не засчиталось, давайте сделаем его еще раз, кликаем вот сюда follow. На аккаунт, ребят, я уже подписан, собственно говоря, думаю, что это лишь только для того, чтобы мы нажали кнопочку, поэтому кликаю сразу же collect points. И задание сразу же засчиталось, господи, как же это приятно, когда у тебя все работает, все отлично, вы не поверите. Так, далее надо добавить вот такую интересную приписочку к своему имени, давайте скопируем ее. Кликаем вот сюда, и нам сразу же открывается возможность добавить к своему имени эту приписку, кликаю save. В принципе, аккаунт у меня как раз для таких всяких штук, поэтому для меня ничего страшного не произойдет, кликаю collect points. Система опять длительное время это все проверяет, видимо, для нее требуется какое-то отдельное особенное время. Надеюсь, в этот раз у меня все не вылетит. Вновь после длительного ожидания проверка окончена, можем идти далее. Также надо подписаться на ряд аккаунтов, осталось всего лишь 3 задания и 1 четвертое как дополнительное. Перехожу вот сразу же сюда, кликаю follow, надо подписаться на какого-то представителя этих ребят, возможно. Кстати, надо будет ознакомиться с его твиттером, поскольку в большинстве своем такие ребята могут поислить какую-то дополнительную информацию о проекте. Кликаю follow, после этого возвращаюсь обратно, кликаю collect points. В этот раз все прошло крайне быстро и уже целых 11 тысяч поинтов, супер-супер, поехали далее. И здесь задание довольно-таки простое, но тем не менее, его все же надо будет сделать. Поскольку все равно все приглашения строятся на тех, кто вас пригласил, здесь надо будет указать твиттер человека, который вас пригласил. Я бы вас крайне сильно попросил, конечно, ребятки указать мой никнейм, который будет в описании под видео, но тем не менее, но вы вправе указать абсолютно любого человека, который вас сюда привел. Однако единственное правило, что данный человек также должен быть зарегистрирован на данном сервисе. И последнее задание из основного списка надо поделиться своим новым постом о том, как якобы сложно фармить монетки. Хотя на самом деле самая большая сложность, так это ждать, пока сервис восстановится. Как мы видим, здесь есть такой сразу же подготовленный постик, мы кликаем пост, вновь нам нужно будет скопировать свою ссылочку, кликаем вот сюда copy link и возвращаемся обратно на сайт, кликаем collect points. И вот, собственно говоря, и основной список заданий. Однако, почему я говорю, что это основной? В конце списка также есть задания на приглашение друзей, ребятки, я бы вам, наверное, крайне сильно посоветовал здесь пообузить. Как данная система работает? Прежде всего, вам нужно будет указать никнейм человека из твиттера, который пригласил вас на данный сайт. В своем же случае, как только вы выполняете все задания, вы можете ровно таким же образом стать рефералом и впоследствии накручивать сюда много своих твиттер-аккаунтов. Однако, напомню вам, что крайне важно менять айпишники, привязывать аккаунты на разные номера и желательно также к этому всему добавить прокси. Однако, это все уже на вас, вероятнее всего, проект, как и многие другие проекты сейчас, может побрить всех ботоводов, поэтому будьте аккуратны и используйте различный софтвер. И на этом, ребятки, в принципе, все. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Лично я с данной акцией не ожидаю вынести каких-то огромных денег, однако, по примеру меми, я уже заметил, что легкие бабки сейчас в проектах есть. Это может говорить об абсолютно разных фазах на рынке, но на текущий момент, как по мне, это все является вертолетными бабками. В нашем же случае нам желательно как можно быстрее, как можно больше этих бабок получить и впоследствии перенаправить их для своих каких-то дальнейших инвестиций. Касаемо инвестиций, мы также недавно запускали серию видео с покупкой на наш спот-портфель и уже в этот вторник у нас вышло видео с так называемым срезом по нашему портфелю. Обязательно переходите и ознакомьтесь, поскольку список монет, которых мы выбрали недавно, до сих пор актуален. И на тот профит, который вы сможете заработать, например, даже с этого проекта, либо же с других наших старых проектов, вы можете спокойно реинвестировать в данный спот. Ребятки, также не забывайте подписываться на наш ютуб канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Это крайне важно для того, чтобы наша с вами крупная команда или же уже семья могла расти. Напомню вам вновь про наш телеграм-канал, о всех преимуществах его я уже рассказал вам в начале видео, но тем не менее, вы можете перейти по ссылочке в описании и подписаться на него. А с вами был Рус и канал Бабкина Крипта. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш.